Православный Казахстан почтил память священноисповедника Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского. Он был прославлен юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 года, в лике новомучеников и исповедников российских 20 века. В праздник обретения мощей небесного покровителя Семеречья, глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский Казахстанский Александр, совершил божественную литургию в Свято-Никольском соборе Алматы, где покоятся честные мощи святителя-исповедника. Владыку Николая арестовывали не один раз. Когда в 1932 году ему дали пять лет тюрем, на вопрос, за что такое наказание, следователь ответил – за вашу популярность, таких, как вы, надо изолировать, чтобы люди забыли о вашем существовании. Вы имеете слишком большой авторитет среди народа, и ваша проповедь имеет большое значение. В июне 1941-го произошел новый арест и пять лет ссылки в Казахстан. В ссылке владыка очень бедствовал, тяжело болел. В октябре 1943-го патриарх Сергий представил властям список из 26 священнослужителей, которых он просил амнистировать. Все упомянутые в этом списке к тому времени уже были расстреляны или умерли в лагерях, исключая лишь владыку Николая. В мае 1945-го он был досрочно освобожден и с июня этого же года стал архиепископом алматинским и казахстанским. Добился владыка открытия многих храмов и молитвенных домов. Он часто посещал приходы епархии. С февраля 1955 года стал митрополитом. Во время похорон владыки всю дорогу от храма до кладбища гроб с его телом верующие несли на руках. За гробом по подсчету милиции следовало до 40 тысяч человек. Николай был очень добрый молитвенник. Он на трамвае ездил в храм Божий. Каждый день был утром и вечером на службе. И меня Господь сподобил рядом с ним стоять. Он почему-то меня все время ближе, ближе ко мне подходил. Старушек мало пела, а молодая я была одна. Ну и ругали меня, и не знаю, куда-то вызывали, что отрекись мы дадим тебе возможность больше заработать, чем ты тут получаешь. Я сказала, я лучше не буду получать, но петь я буду. В сентябре 2000 года по благословению архиепископа Астанайского и Алма-Атинского Алексея, ныне митрополита Тульского и Ефремовского, честные мощи святителя исповедника Николая были обретены на городском кладбище и перенесены в Свято-Никольский собор города Алматы. В праздник обретения мощей небесного покровителя Семеричья глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил божественную литургию в Свято-Никольском соборе. Для земли казахстанской сегодня особый день. Мы воспоминаем священную дату. 12 лет минуло с той поры, когда в лике святых прославлен дивный подвижник, великий святитель, боговдухновенный муж, проповедник слова жизни вечной, священный исповедник, святитель Николай, митрополит Алма-Атинский и казахстанский. Сегодня мы предстоим у его святых мощей, предстоим с искренней молитвой, чтобы и нам, ныне живущим, достойно пройти свой земной путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok